Молодой учитель немецкого Анна Пшенина язык полюбила в школьные годы, путешествуя по Германии. Поэтому, когда нужно было выбрать профессию, вопросов не возникло. Вот уже второй год она работает в гимназии. За это время ее ученики не раз побеждали на городских творческих конкурсах и областных олимпиадах по немецкому языку. Такой грандиозный успех, уверен педагог, был бы невозможен без ее наставника. В гимназии, конечно, преподавать очень сложно, но мне кажется, что благодаря именно наставничеству это как-то упрощает мне жизнь. У меня, получается, есть мой педагог, с которым мы все мероприятия подготавливаем вместе. Я у нее очень много спрашиваю, интересуюсь, спрашиваю про образовательный процесс, советуюсь как с безумно опытным педагогом. И то есть мы с ней постоянно в очень тесном сотрудничестве находимся. Молодой специалист и опытный наставник – это классическая форма передачи опыта, рассказывает учитель с 30-летним стажем Татьяна Воронкова. Неоднократный участник и победитель различных конкурсов по профессии, как городских, так и всероссийских. Например, учитель года 2004. Поэтому Татьяна, не раздумывая, взяла под опеку коллегу, молодого педагога Анну Пшенину. В этом году они в паре участвуют в городском конкурсе и надеются победить. Главный девиз маэстро – учитель должен всегда повышать уровень своего мастерства. Педагоги мне что-то интересное сообщают. Я постоянно участвую в каких-то конкурсах, в каких-то курсах, постоянно в разъездах. Клуб «Учитель года». То есть хватает интересных разных мероприятий. Помимо того, что я занимаюсь работой методической, да, на стажерских площадках выступаю с разными выступлениями, мастер-классами. Пора уже подрастающее поколение готовить. Смену себе пора уже готовить. И вот сейчас я являюсь наставником. Городской конкурс профессионального мастерства «Лучшие практики наставничества» проходит в два этапа. Первый – заочный. 19 пар участников презентовали себя и свой проект наставничества. Второй этап – очный. За победу боролись уже 10 команд. В первый день – творческое выступление, где претенденты на победу в конкурсе рассказывали о своих достижениях. Во второй день – конкурсное задание. Члены жюри предложили каждой паре решить одну из сложных ситуаций, стандартных и оригинальных, которые могут возникнуть в школе. Конкурс, ну, мы надеемся, что будет способствовать, собственно, главной цели. Ну, конкурс не ради конкурса. Конечно же, мы хотим выявить, да, эффективные практики наставничества в образовательных организациях. Ну, и способствовать будет вообще развитию наставничества, в хорошем смысле этого слова, да, в образовательных организациях всего городского округа Самара. По итогам конкурса определятся команды призеров и победитель. Чемпионы поедут защищать честь города на региональный конкурс. А лучшие практики наставничества будут внедряться в самарских школах. Городской конкурс профессионального мастерства «Лучшие практики наставничества» проходит в Самаре с 2019 года. В формате «Наставник плюс молодой учитель» равняется команда. В этом году увеличилось не только число участников – 19 пар против 16 в прошлом году, но и количество номинаций – с одной до пяти. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.